Итак, сегодня у нас очень актуальная тема. Начинается весна, ну во всяком случае по солнцу, да, не по погоде. И лечение пигментации какое-то жёсткое уже практически невозможно. Но мы сейчас разберём, что делать в домашних условиях и вообще какие есть виды пигментации. Прошлым летом я делала тоже вебинар про пигментацию. Там рассказывалось больше теории, больше теории. Сейчас будет больше именно практики, то есть что конкретно делать в конкретной ситуации. До этого там было больше, видите, как много разных пигментаций, сходите к доктору, примерно вот это было. И пользуйтесь солнцезащитными средствами. Сейчас мы более подробно разберём три вида, как бы три группы пигментаций. И не буду вдаваться именно в медицинские прямо подробности, да, потому что это никому не нужно. И по сути нам нужно знать причину и нужно знать лечение. Нам не нужно теоретизировать. Да, здесь важна практика. Потому что теоретизировать можно прекрасно с лицом в пятнах, да, и дальше продолжать теоретизировать. А можно что-то делать и быть с нормальным лицом. Итак, напишите мне, не закрывает моё лицо часть картинки, пожалуйста, потому что у меня оно закрывает часть картинки. О, отлично. Значит, это только мне не повезло. Хорошо. Итак, я напомню немножко про гистологию. Как образуется пигментация. То есть что это вообще? Пигментация – это именно пигмент, это продукт работы клеток меланоцитов. Чтобы клетка меланоцит создала свои меланосомы. Сейчас я указочку включу. Вот смотрите, вот это вот как это выглядит, ну, упрощённо. В разрезе кожи, да, вот он эпидермис наш, вот они чешуйки. Они незаметны, пока не наступает гиперкератоз и шелушение. То есть это норма здесь показана. Вот он, пигмент. Откуда он берётся, да? Он не сверху берётся, он берётся и с глубины. И вот в самом базальном, в самом нижнем слое именно эпидермиса, ниже – это уже дерма, вон там сосуды. Вот это базальная пластинка, которая разделяет эпидермис от дермы. В эпидермисе сосудов нет. Вот меланоцит. Это такая звёздчатая клетка с, скажем так, щупальцами. Вот. И этими щупальцами меланоцит достигает более верхних слоёв эпидермиса. И там передаёт именно кератиноцитам, ну это всё кератиноциты, это клетки эпидермиса. Он отдаёт кератиноцитам свои пигментные частички, меланосомы. Так вот. И меланоциты, вот смотрите, видите, в них вот эти чёрные пятнышки, да? Они стали свеснушками. Они, соответственно, поглотили в себя меланосомы и уже с ними живут дальше. А что происходит с меланоцитом дальше? Дальше он начинает стареть и продвигается в самые верхние слои, где превращается в корниоцит, то есть в роговую клеточку, и потом отшелушивается вместе, соответственно, с этой пигментацией. Поэтому много-много десятилетий для лечения с пигментацией использовали пилинги, драмабразии, различные отшелушивающие средства. Да, потому что они снимали вот часть вот этого рогового слоя, и получается, что пигмента меньше становилось. Так казалось, эта видимость создавалась, потому что пигмент, он внутри, и снаружи его убрать просто пилингами невозможно. Наоборот, дальше я к этому еще вернусь, от пилингов мы получаем сейчас, да, десятилетия пилингов, увлечения пилингами, достаточно жесткими. Сейчас уже жесткими не увлекаются, сейчас уже все стали деловые, всем надо на работу на следующий день. И в корках неделю ходить никто не готов. Так вот, из-за увлечения жесткими пилингами как раз мы сейчас получаем большое количество пигментации, потому что увлекались тогда, доходят сейчас бороться с этим всем. Так, итак, соответственно, меланоцид – это его работа. Делать меланосомы, делать меланин. Почему он его делает? В первую очередь из-за солнца. Да, когда у нас светит солнце, солнце делает, светит-то оно не на меланоцид, меланоцид слишком глубоко, светит оно на клетке эпидермиса и на керотиноциды. И что запускается в клетках? В первую очередь оксидативный стресс, оксидативное повреждение, о чем все сейчас говорят, когда пропагандируют солнцезащитные средства, а также воспаление. И уже керотиноцид плачется меланоциду, что его солнце бьет, не любит, и просит меланоцид защитить его с помощью пигмента, что и происходит. Вот. Соответственно, мы получаем пигментацию. С гистологией все понятно? Отлично. Теперь три вида пигментации. Начнем с первой. Если вы читали анонс, то там описаны три вида. Итак, первое – это шаловливые руки, акне экскреатика. То есть это посттравматическая пигментация. Не пятна постакна, которые фиолетового цвета, а именно, когда человек это ковыряет вот так вот ногтиком, аккуратненько. Это может быть на лице, это может быть на груди. Дотягиваемся до спины, докуда тянемся. На плечах это тоже замечательно происходит. И всегда выглядит абсолютно одинаково у всех. Вот. Неважно, какой возраст, 20 лет, 40 лет, акне экскреатика выглядит всегда одинаково. И любой доктор, дерматолог прекрасно ставит этот диагноз. Потому что ковыряние, да, экскреации, вот это самоистязание, самоповреждение, они всегда одинаковые. Ногти у людей всегда примерно тоже одинаковые. Вот вы видите, что это, акне так не выглядит. Акне выглядят совсем по-другому. Ну, в данном случае у меня нету картинок с акне. Но это не акне, да, это именно психологические расстройства, когда человек себя ковыряет. Вот и всё. Соответственно, что делает человек? Человек делает повреждения кожи, вплоть до рубцов. И рубцы обычно есть, всегда. То есть вот здесь ещё и более молодая девушка, и следов у неё не так много, ещё заживает всё более-менее хорошо. С возрастом это пройдёт. То есть где-то первый год это более-менее нормально заживает, но первый там два-три, смотря когда начали ковырять. Да, в 20 лет отлично заживает, в 40 лет уже вообще ничего не заживает. И плюс светлокожие, да, то есть у неё в принципе меньше склонность к образованию пигмента. Её меланоциты не умеют делать много пигмента. Поэтому есть люди, скажем так, белоснежки, да, есть у нас такие зажигалочки, которые легко загорают и так далее. Да, есть восточные. У них пигмент образуется очень хорошо. И у них как раз есть огромная проблема, потому что любое повреждение кожи приводит к гиперпигментации. И гипопигментации тоже. А гипосгипер выглядит ещё ярче. И то, и другое они как бы друг друга подкрашивают. Вот. Здесь же мы видим уже старую, застаревшую картину, да. Видите, сколько тёмненьких пятнышек. Они небольшие, но они очень-очень надолго, на годы, на годы остаются. Вот. И вот относительно свежие, то есть вот этим вот, ну, месяц, может быть, два, а вот этим вот несколько месяцев, каким-то, может быть, и год. Ну, и здесь видно, что девушка более тёмненькая, да, у неё, соответственно, пигмента больше. Но в целом картина очень похожа всегда. Причина. Это всегда воспаление, да, которое, ну, то есть, какая-то неровность кожи, да, что-то такое. Но обычно это какой-то прыщик, в принципе, один-два прыщика в ПМС, это нормально, но, то есть, кто-то это спокойно воспринимает и не трогает их, кто-то не может жить, не может спать, не может есть. Пока это находится на лице, нужно это сковырнуть, причём с корнем так глубоко, на всю толщу кожи желательно. То есть воспаление, которое приводит к самоповреждению кожи и длительное заживление. Сначала оно более быстро, затем кожа устает от постоянного повреждения, да, у нас ресурсы кожи ограничены, они не неограничены. Мы все умираем, мы все стареем. Ресурсы кожи ограничены и за счёт длительного неправильного заживления, затяжного воспаления мы получаем участки гипо- и гиперпигментации. Иногда гипо-пигментации нет, это зависит как раз от возможности кожи к регенерации. Если регенерация ещё более-менее нормальная, то участков гипо-пигментации, то есть когда белое пятно маленькое, их нет, потому что гипо-пигментация – это рубец. И с ней уже, в общем-то, бороться примерно никак. Можно делать шлифовки, но у таких людей шлифовки тоже не сильно помогают, потому что как только выскакивает очередное какое-то воспаление или просто человек задумался, он просто начинает ковырять просто так. Вот просто так, даже без воспаления. Даже идеальную кожу будет ковырять. И гиперпигментация, как реакция посттравматической гиперпигментации – это вариант нормы. Вопрос, зачем делать столько повреждений. Вот, ну человеку кажется малейшей там микро-какая-то неровность кожи, да, вот любая, но у каждого человека неровность какая-нибудь есть. Это невозможно, чтобы её не было. Да, мы даже на манекенах они есть. Если вы потрогаете манекен, вы даже там найдёте неровности кожи. На любой поверхности, даже иногда зеркала с браком бывают, ну что, стёкла с браком бывают. Не бывает так, чтобы было всё идеально гладко. Это нормально. Человек не может с этим жить. Да, то есть что? Что это? Человек думает, что у него вот такая вот большая страшная штука, а на самом деле никто не видит, что у него там. Так. Следующее. Что же с этим делать? Да, в первую очередь убирать руки. Как убирать? Это к психологу, потому что это действительно такое пограничное состояние. То есть человек сам крайне редко может с этим справиться. К сожалению, даже когда ему всё объясняешь, десять раз всё объясняешь, жёстко всё объясняешь, что будут рубцы, что будут сплошные неровности, что потратишь миллионы, миллиардов денег, что будешь ко мне ходить каждый месяц, стой чаще или ещё что-то такое, это не работает. Работа должна производиться психологом, психотерапевтом. Часто за такими проблемами стоят какие-то более глубинные проблемы. То есть это просто внешнее выражение каких-то психологических проблем. Безусловно, мы не можем сказать человеку, который пришёл с постактной пигментацией рубцами. Не, отстань. Отстань, это психологическая проблема. Иди туда, не приходи к нам. Полечишься, через пять лет придёшь, если деньги останутся. Конечно, мы не можем только к психологу отправить. Мы должны что-то дать в помощь, домашний уход, безусловно. И это будет помогать тоже. Заодно человек будет заботиться о себе правильно. И таким образом это тоже даёт некоторую психологическую помощь. И меньше происходит вот этих сковыриваний, потому что человек знает, что утром и вечером, я говорю именно человек, потому что это не только женщина, но и мужчина тоже это бывает, что человек пойдёт в зеркало, пойдёт в ванную, будет ухаживать за лицом, нанесёт правильные средства, если что, свяжется со своим косметологом и дерматологом, всё узнает, всё сделает. Да, становится как бы меньше нервозности, соответственно, меньше экскреации. Итак, какие препараты здесь действительно работают? Не отбеливание в первую очередь, понимаете? Не отбеливание, далеко не отбеливание, а отшелушивающее, потому что здесь как раз тот вариант, когда пигмент только на поверхности. А меланоцит уже про него давно забыл, уже давно спит. Да, то есть это именно пигментация из-за повреждения, как когда царапину сделаешь, да, или там упал, царапал коленки, и тоже может достаточно долго, полгода, а то и дольше, может быть пигментированное пятно на этом месте. Вот то же самое происходит с лицом. Поэтому что здесь помогает? Здесь помогают отшелушивающие препараты. Здесь как раз помогут пилинги, но очень легкие, потому что кожа устала регенерировать, она не может хорошо регенерировать, и на любое повреждение она будет реагировать пигментом. Поэтому если пилинг, то настолько легенький, настолько поверхностный, что это даже не пилинг, это скорее какая-то сыворотка кислотная. И то с ними тоже сильно, как бы увлекаться им нельзя, потому что при пересушенности кожи, заживать будет кожу еще хуже, лезут высыпания, и все, и вся психологическая помощь пойдет на сморку. Поэтому очень должно быть нежно. Это могут быть даже не кислоты, это могут быть ферменты, энзимы, то есть энзимные маски, допустим, и так далее. Ранозаживляющие препараты, безусловно, вот они будут помогать очень хорошо, потому что они будут препятствовать образованию рубцов. То есть если отшелушивающие будут работать на то, что уже наделано, то ранозаживляющие будут препятствовать образованию пигментации, препятствовать образованию рубцов и будут ускорять заживление. Противовоспалительные. Безусловно, тоже, потому что пигментация – это в данном случае результат воспаления. Воспаление из-за повреждения. Любой процесс регенерации, да, то есть повреждение, сначала идет повреждение, затем идет воспаление, дальше идет регенерация, да, восстановление. То есть без воспаления не может быть регенерации. Но если воспаление затягивается, регенерация становится неправильной. И мы получаем рубцы и пигментацию. Соответственно, противовоспалительные компоненты. Здесь нельзя сказать, кто из них главнее, да. Я бы, наверное, ранозаживляющие… Ну, здесь все важно. Здесь важны все три. То есть нельзя купить только ранозаживляющие и сказать, все, я себе помогла. Да, или дать только ранозаживляющий привод, или только пилинг какой-то сделать. Вот к косметологу пришел такой пациент, косметолог сделал пилинг, сказал, до свидания. Мы тебе отшелушивание сделали, все, ну, я все сделал. Нет, должно быть все вместе. И понятно, что это не работа только косметолога, это работа дома. Поэтому сегодня у нас вообще вебинар про домашний уход в основном. Так, теперь какие конкретно препараты, мы в конце разберем. Просто прям списком. Следующий вариант пигментации – это мелазма, хлаазма. Солнце и гормоны в основном. То есть достаточно типичные тоже пятна, их тоже ни с чем не спутаешь. Они образуются на участках, которые подставлены солнцу всегда и образуются только на лице. Их не бывает на теле. Если акне скриатика, она может быть там, где дотянулись руки. Вот, руки у некоторых дотягиваются хорошо везде. То мелазма образуется только на тех поверхностях, которые направлены к солнцу. Это лоб, это верхняя губа, это верхняя часть скул, может быть, нос переносится именно. Кончик носа практически никогда именно больше переносится. Может быть, под бровью вот здесь, если здесь покатая. То есть не когда бровь нависает, да, вот так вот, а когда косточка под бровью есть, вот как у меня, в принципе, да, видно, что вот сейчас свет светит, и видно, что вот здесь прям ярко, да, это не накрашено здесь ничего, это просто кожа. Да, то есть вот видно, где хайлайтер, короче, наносится. Видите, вот здесь, вот здесь, и лоб переносится в верхнюю губа. Чётенько подбородок тоже вот здесь, вот именно сверху. То есть не прям под губой, а здесь сверху, а если по бокам, то здесь вот ближе наоборот к угол курта. То есть вот такие чёткие указания на солнце. Заметили? И немножко обидно, да, то есть мы все выучили, где хайлайтер наносится, а то, что вроде здесь должно быть светлее, а оно наоборот темнее. И приходится как-то, соответственно, с помощью косметики это исправлять, если это возможно. Так. Причины. Причины, конечно же, солнце, особенно солнечные ожоги. И такие пятна чаще появляются сразу же после такого лета или зимы, да, ну, потому что кто-то и зимой в лето ездил, сейчас уже с этим сложнее немножко. Ну, сейчас уже, кстати, полегче. Вот. То есть после ожога достаточно быстро. То есть каждый такой пациент может вспомнить, в какой год это произошло. Что да, я там съездила в Таиланд, или заснула на пляже, или мы долго гуляли по пляжу, или мы были на экскурсии. Сначала, ну, по прогнозу там были тучки, а днём оказалось, что солнце, я сгорела, и всё. И с тех пор у меня вот эта пигментация. Да, то есть это не просто как плечи обгорели, там, кстати, тоже там солнечная лентика начинается такое, на веснушке крупной похоже. А на лице это будут вот такие вот пятна неправильной формы. Они обычно могут быть, ну, достаточно крупные, то есть это не маленькие пятнышки, как веснушки, да. Это всё-таки какое-то расплывчатое такое географическое пятно с включениями, может быть, нормальной кожи. И если посмотреть на это пятно в дерматоскоп, то там ещё будут видны сосуды. То есть это не просто пигментация, это ещё и воспаление. То есть там ещё повреждаются и сосуды в том числе. У кого ещё бывают, обгорают-то многие, но не у всех же бывают пятна. И заметьте, таких пятен у мужчин не бывает, только у женщин, потому что они связаны с эндокринной системой, именно с эстрогенами. Поэтому при гормональных нарушениях, при гиперэстрогенами, при потреблении оральных контрацептивов, заместительной гормональной терапии, если это предклимактерический период, также при беременности, безусловно, когда там немножко по-другому гормоны работают, другая их концентрация. Далее, также существуют такие состояния, когда наш организм не может правильно метаболизировать эстрогены. То есть мы можем не принимать никакие коки, всё у нас нормальное, фигура у нас женская, а при этом печень, как главный орган детоксикации, работает неправильно. Понять это можно только, ну, сходив к доктору, сделав там определенные анализы. Это достаточно-таки неприятное состояние, потому что есть риски злокачественных новообразований из-за этого. Но гормональные нарушения, кроме женской сферы, это могут быть гормональные нарушения надпочечников, то есть всякие синдромы цинкокушинга и тому подобное. И, конечно же, прием лекарственных средств, то есть те же глюкортикостероиды, оральные контрацептивы, очень большое количество антибиотиков, не в смысле их концентрации в крови, а в смысле, что очень многие антибиотики вызывают гиперпигментацию, если мы их принимаем летом и никак от солнца не защищаемся, то есть если мы ещё и загорать поехали. В принципе, антигипертензивные средства, диуретики тоже могут. Средств достаточно много, нужно смотреть инструкцию, то есть вы берёте всё, что вы пьёте, смотрите инструкцию, пожалуйста. Противопоказания, совмещение с другими препаратами, побочные эффекты, там ищите фотосенсибилизацию. Если она есть, то вам ни в коем случае нельзя ехать загорать, ну и вообще лучше на солнце не появляться. И обязательно пользоваться инсцезащитными средствами. Наружные средства, безусловно, тоже. И это тоже, безусловно, глюкортикостероиды, при различных кожных заболеваниях. Раньше их как-то, да и сейчас, их назначают налево и направо. Противомикотические средства, антибиотики тоже наружные, их действительно назначают налево и направо. Не объяснив человеку, что нельзя, что они фотосенсибилизируют. Ретиноиды, безусловно, фотосенсибилизируют. То есть, с одной стороны, они вроде бы лечат пигментацию, с другой стороны, они её и вызывают. Да, то есть нужно сохранять баланс правильный. Нужно беречься. Кислоты, безусловно, как я сказала до этого, вначале, повальное увлечение кислотами привело к тому, что очень многих людей теперь пигментация. Потому что, в принципе, Россия, если мы берём Россию, ну, если мы не берём совсем юг России, Краснодар какой-нибудь, где солнце действительно есть, если мы берём центр, север, не знаю, запад, восток России, то есть большую часть России подавляющую, солнца в ней особо нет. Либо холодно, ну, то есть просто как-то большая часть года какая-то зима, да, и откуда пигментация вообще, откуда? Тем более у нас не все блондины, как в скандинавских странах, да, там, да, там блондины. Если они поедут загорать в Африку, то, конечно, у них будет пигментация, они все сгорят просто, они не ездят в Африку, они умные. Мы ездим в Африку, и даже наши блондины, которые выглядят как скандинавы. У нас, так как, в принципе, смешанная, да, есть и монголоиды, там, и кавказцы, ну, всё равно у нас адская смесь всегда у всех намешана генетически, то есть у нас защита от солнца всё-таки лучше, чем у скандинавов, да, чем вот прям совсем беленьких, но почему у нас пигментация? Да нигде столько нет пигментации, как в России, потому что мы любим загорать, потому что мы лезем загорать зимой, когда у нас меланоциты вообще заснули, расслабились, солнце не видят, и тут мы, хоп, внезапно в Таиланд, на Бали поехали, на Мальдивы. То есть внезапно это огромный стресс для организма, кожа совершенно отвыкла от солнца, и, конечно, будет пигментация. Плюс мы до этого сходили к косметологу и пилинг сделали, или даже просто с собой этот пилинг взяли, потому что сейчас всё можно купить, и почему бы не купить. Написано же, кожа лучше становится от пилинга, значит, надо. Вот, поэтому очень много средств с кислотами тоже бесконтрольно используются, и если они не приводят к пересушенности, то они приводят к пигментации. Эфирные масла тоже повальное увлечение натуральной косметикой, которая всё равно не натуральная, с большим количеством эфирных масел, очень много эфирных масел, это все цитрусовые масла, бергамот, лимонная трава, лемонграсс, который пахнет очень вкусно, да, то есть все вот эти вот, в принципе, практически все эфирные масла, они вызывают гиперпигментацию. Духи, ну, обычно на лицо мы духи и не льём, конечно, но тот, кто идёт загорать, подушившись духами, есть даже специальный термин у дерматологов, название такой пигментации, брелоковая пигментация. Вот, соответственно, нельзя это всё использовать перед солнцем. Да и вообще, с какого-то возраста солнце – это зло. Солнце превращается в зло, то есть солнцезащитный крем обязателен всегда, загорать уже никто не загорает. Об этом столько говорят, и всё равно, ну, как-то всё равно, очень многие всё равно загорают. Приезжает с пигментацией и удивляется, почему она появилась. Итак, что же делать? Что же делать? Безусловно, солнцезащитными средствами пользоваться и забыть про загар. Если у вас уже случилась эта пигментация, больше смысла в загаре нет. Ваш организм не умеет справляться с солнечными лучами. Просто примите это к сведению. Вот это как, ну, когда от капли алкоголя сразу похмели, и очень плохо, да, то есть организм не умеет справляться с алкоголем. Обычно такие люди, это идиосинкразия бывает на алкоголь, обычно такие люди, попробовав пару раз, понимают, что нет, еле выжил, больше не пьют никогда. Вот примерно то же самое. Если у вас уже появилась пигментация такая, такого рода, то про солнце стоит забыть вообще. Вот, например, возьмем тайцев, да? Они же не загорают на солнце, на пляжах вы их не увидите, ну, если только продают что-то. Но они же в одежде, они в шапках этих своих, в шляпках специальных, потому что им это солнце не нравится. Это только нам это солнце нравится почему-то. Да, то есть, а что стоит не выходить в самую жару, а выйти вечером на закате? Очень приятно, тепло, поплавать на закате, безопасно для кожи, безопасно для всего. Да, или на рассвете, кто во сколько встает. В чем сложность надеть шляпу, так же, как местное население? В чем сложность нанести солнцезащитный крем, надеть какие-то легкие одежды с длинными рукавами? Мне кажется, нет сложности. Так, поиск и лечение гормональных нарушений, безусловно. То есть, если у вас такая пигментация появилась, или если вам, если не вы ее заметили, а ваш врач, косметолог, драматолог, то стоит пойти к эндокринологу, пожаловаться на пигментацию и поискать причину ее. Чаще всего причина может найтись. Также, поиск и лечение недостаточности витаминов и микроэлементов. Это тоже вариант. То есть, это внутренняя проблема. Если прошлая проблема, да, акне и скриатика была в голове, да, в целом, то вторая проблема, она где-то внутри находится организма. То есть, что-то не так с организмом. Если там что-то не так с головой, то здесь что-то не так целиком с организмом. Исключить вредные ингредиенты в косметике, то есть, это кислоты, это эфирные масла, это какие-то ретинол в солнечное время года. Да, то есть, зимой, пожалуйста, пользуйтесь чем угодно, летом нельзя. Все вышеперечислено, что было на прошлом слайде. Отбеливающие препараты круглый год. Отбеливающие – это не кислоты. Есть отбеливающие препараты, которые блокируют синтез меланина. Не те, которые что-то там отшелушивают, а именно блокаторы синтеза меланина, которые оздоравливают кожу и уменьшают эту пигментацию в натуре, а не просто делают вид, как кислоты или как фермент там отшелушивающий. Нет. Это именно отбеливающие препараты. И сейчас появилось большое количество пептидных препаратов отбеливающих. Вот это вот прям вообще классно. Потому что обычно отбеливающие препараты, которые были, это был изначально гидрохинон, как самый такой крутой, но он токсичный и запрещен в большинстве стран. Арбутин, в принципе, вместо него стали, это его аналог химический, он тоже в большом количестве редко используется. То есть он приводит к раздражению кожи. То есть его можно только чуть-чуть использовать. Фитиновая кислота – кислота. Коевая кислота – кислота. Солодка, но слишком слабая. Да, там толокнянка какая-то, но это слишком слабая. Экстракты – это слишком слабо. Витамин С в маленьких количествах не работает, в больших количествах – это кислота. То есть идёт отшелушивающее свойство, которое нельзя летом. То есть вот куда ни плюнь, а везде какие-то недочёты. А вот у пептидных препаратов одни плюсы. Поэтому азелаиновая кислота ещё отберет, но это тоже кислота. Поэтому ретинол, да, он хорошо работает, потому что работает прям на ядро клетки, на ДНК-аппарат, он перестраивает работу клеток. И меланоцид просто меньше производит. Ну, он успокаивается, работает правильно. Да, гиперпигментация проходит ещё что-то, кожа омолаживается. При длительном применении ретинола, тогда длительно надо сидеть дома и не выходить на солнце. Вот, тут тоже есть свои нюансы, к сожалению. Вот, а с пептидами всё отлично. Они не кислота, а даже если смешать их с кислотами, они перестают работать. Пептиды безопасны, они не вызывают, не фотосенсибилизируют. То есть их можно использовать летом. Вот, это идеально. И, ну, вот, курсовые применения ретинола. Курс ретинола – это полгода. Меньше он... Он может дать быстрый эффект, примерно за месяц, за счёт отшелушивания кожи. То есть, если у вас гиперкератоз есть, не как у меня, совсем гладкая, тонкая кожа, да? А вот видно, что есть гиперкератоз, она грубая, поры видны. Тогда даже пилинги дадут эффект. Но пилинги истончат кожу, и фотосенсибилизируют. Ретинол даст эффект за месяц, в принципе, хороший. Но это будет эффект отшелушивания, это будет не эффект работы с клетками изнутри, как бы. Ретинол надо долго использовать. Итак, третий. Третий вид пигментации – это кератомы. Здесь влияние времени. Практически у всех уже, скажем так, пожилых знаменитостей, что у мужчин, что у женщин, если мы посмотрим на… Ну, сейчас, кстати, меньше грима стали использовать в фильмах, сейчас больше натуральность показывают, и очень часто видно актеров, которых мы любим уже десятки лет, как они, к сожалению, постарели, и что у них кератомы там и на лысеньке, и на лбу вот здесь. Кератомы, кстати, появляются тоже в местах, подверженных солнцу. То есть это тоже боковая часть лица, ближе к волосам вот здесь, это верхняя часть скулы, это нос часто. Вот на верхней губе никогда, на подбородке никогда, они всё-таки больше… Ну, они редко прям обгорают. И лоб. Очень часто лоб, но вот не прям посередине, а вот здесь вот у кого… Вот у меня низкий лоб, да, то есть у меня такого не будет. Ну, и сейчас ещё и волосы защищают именно лоб. А вот у кого покатый лоб высокий, у них вот где он вверх загибается, скажем так, загибается, вот. И вот здесь вот по бокам как раз вот здесь вот бывают кератомы тоже. Вот это вот боковые части, на висках тоже бывают. То есть вот чаще они больше вот по боковой части лица, под глазами и переносятся, даже иногда не переносятся, вот больше сбоку. Вот. Руки. Руки у некоторых лицо нормально, потому что на со защитным кремом, не пользуемся, а руки, а на руках не пользуемся. И на руках маленькие пятнышки, вот как на фото, там понятно, что руки уже зрелой женщины, ну, в возрасте, и там пятнышек много, но начинается это всё с одного, с двух пятнышек. Вот это не веснушки, это не совсем пигментация, это кератомы. Ну, и здесь под глазом, да, тоже. То есть видно, что всё лицо тоже какое-то неровное, да, какие-то мелкие какие-то, всё какое-то такое. И кожа тонкая, и возраст видим, да, и вот оно, кератома. Что с этим делать? Ну, с временем сложно что-то делать, да, с временем можно только смириться, но можно вообще-то много что и предотвратить. Или если уже начало появляться, то как минимум предотвратить дальнейшее ухудшение состояния, да. Вы увидели два пятнышка на руках, давайте не сделаем из них 20, да, надо как-то этот процесс остановить. В этом суть, это профилактика, да, лечение это уже будет этих пятнышек, профилактика, это чтобы не образовалось 20 из двух. Да. Итак, кератомы – это доброкачественные опухоли кожи, то есть их причина – мутация. Мутации у нас происходят ежесекундно при делении клеток, постоянно, но в каждом организме есть защита от мутации. Она многоуровневая, она очень сложная на самом деле, потому что там участвуют различные белки, теплового шока, много что участвует. Если клетка мутировала, то запускается в итоге апоптоз. То есть если клетке далее родиться мутированной, ну вот разделиться, да, вот она уже мутирована, то вообще обычно запускается апоптоз. А так она уничтожается еще до того, как она разделилась, то есть там прекращается это деление. Ну, действительно многоуровневая защита, потому что при каждом делении ДНК могут быть ошибочки. Да, это вот как переписывать текст. Да, всегда можно описаться немножко. Да, и получить ошибку. То же самое и здесь. Так вот, мутации. Причина мутации. Безусловно, солнце. Но здесь именно в детском возрасте, то есть обгорание в детском возрасте. Потому что, чтобы из просто какой-то мутации родилась кератома, образовалась, должно пройти очень много лет, даже десятилетий. То есть недостаточно просто обгореть, вот как с предыдущей пигментацией, да, там сразу пигментация образуется в этот же, ну там, в течение нескольких недель, месяцев. А здесь в течение десятилетий, то есть 20-30 лет, то и больше может пройти после обгорания на солнце. И почему в детском возрасте у детей очень плохая защита от солнца? Она становится более-менее адекватной примерно к совершеннолетию. Ну там, может быть, к 15 годам. А вот там в 7 лет, 5 лет, когда вот вытаскивают совсем маленьких детей на солнце, мама лежит или бабушка лежит под зонтиком, там спит, разморила ее. А ребенок в песочке как бы у воды играется в течение многих часов в обед, да, то есть, конечно, ребенок обгорает. Чаще как раз у детей вот спина обгорает, и там вот эти вот пятнышки, солнечная лентика, потом это все превращается в кератомы в том числе. Просто это такой процесс потихонечку, все более мутировавший, мутировавший, мутировавший. Ну и потом в итоге, если кератомы совсем не лечат, то они, в принципе, превращаются в рак кожи, но какая-то из них может стать раком кожи. То есть это кератомка, которая стала сильно шелушиться, покраснела, кровит, что-то не заживает. И это происходит в течение нескольких там месяцев или лет. Да, это уже не кератомка, это уже рак кожи. То есть с этим обязательно к дерматологу надо сходить. Базолеомы тоже такие бывают, но неважно. Короче, генетика. Про солнце я сказала. Да, солнце просто само по себе вызывает мутации, потому что оно повреждает ДНК клеток. Именно кожа. Генетика. Да, ну что значит генетика? Что у мамы такое было и у меня такое будет, да? А почему? Ну, и потому что мама солнце любит, да, и меня таскала, типа. Это тоже вариант. Но почему? Или во сколько? У мамы во сколько появилось? В 50 лет или в 30 лет? Да. Генетика в данном случае – это несостоятельность противоопухолевой защиты. То есть какой-то глюк вот в тех процессах, которые нас защищают. И тогда кератомы могут действительно появиться в 30 лет. Не в 50. Потому что кератомы в 50 – это, ну, это вариант нормы уже практически. А кератомы в 30 – это вопрос на поиск чего-то ненормального. Что не так? Где искать сбой? Потому что в 50 это уже будут раки. Да, через 20 лет как раз кератом превращается в прекрасный враг. То есть если поломка идет и в коже, да, с этими мутациями, то, значит, и во внутренних органах. А как-то жить-то хочется, да, и жить хочется здорово и здорово. А не по больницам шастаться все время с 30 лет. Начинаю или там раньше. Так вот. Нужно искать, что не так. То есть может быть там какая-то предрасположенность к усиленной гликации. Может быть что-то не так с антиоксидантной защитой. Может быть это именно наследственная какая-то особенность, да, что именно кожа вот так воспринимает, а весь организм здоров и слава богу. Да, то есть это нужно разбираться. И, безусловно, вишенкой на торте – неправильный образ жизни, что я вижу на картинке. Да, причем неправильный образ жизни – это не только курение и гамбургеры. И почему, кстати, гамбургеры? Дело не только в том, что сам гамбургер очень вреден. В принципе, но он может привести к ожирению. Но если человек не склонен к ожирению, он не приведет к ожирению. Да, а дело в том, что съедая гамбургер, вы не съедаете салатик. Ну, вы же не можете все время есть. Да, то есть, ну там, три ведра. Так, что-то пишут, что не слышно. Перезагрузите, пожалуйста, кому еще не слышно. Если у вас не слышно, а было слышно, перезагрузите браузер. Бывают ошибки. Вот, потому что у меня все нормально. У меня когда интернет, ну, что-то с интернетом, да, такое было до этого, сейчас отлично интернет работает, просто пишут на экране, что плохой сигнал. И тогда я понимаю, что могут быть, ну, у вас проблемы с восприятием меня, потому что я не передаюсь. Так, если проблема не у всех, значит, проблема у вас конкретна. Так, про неправильный образ жизни. Значит, что в плане гамбургер, картошка, там, и так далее, или, там, Кока-Кола, да? Вы выпили Кока-Колу, значит, вы не выпили, там, не знаю, воды. Потому что вы не можете выпить ведро. Вы выпили уже два литра Кока-Колы. Куда вы еще два литра воды впихнете? Ну, не впихнете вы еще литр воды, или, там, даже пол-литра воды вы не впихнете никуда. Вы съели гамбургер, а то и два, да, значит, вы уже не съели салатик. Ну, некуда его уже. То есть, таким образом, вы обедняете свой рацион как раз витаминами, микроэлементами, там, ненасыщенными жирными кислотами, то есть, чем-то полезным. Вы как бы у себя крадете немножко, да? То есть, идя на поводу у рекламы, у, не знаю, каких-то низменных желаний, вот, вы крадете у себя немножко здоровья. И это нужно понимать. И, в принципе, это нужно особенно понимать в плане детей. Потому что, ладно, уже у себя здоровье все украли, это ваша проблема, но не крадите здоровье у детей. То есть, не надо кормить их пиццей, вместо того, чтобы покормить их, там, салатом и супом. Или мясом именно. Но лучше покормить их стейком тогда. Ну, это хотя бы полезнее. Или рыбкой, если они едят. Или орешками какими-то. Ну, а лучше свежими овощами. То есть, а свежий овощ – это что? Это салат. И салат, да, это не оливье. Вот, салат – свежий овощ. То есть, вот такое. Как бы размер тарелки, он ограничен, к сожалению. И вопрос, что мы туда положили, в эту тарелку. Да, то же самое с курением. Понятно, что курение – это оксидативный стресс дополнительный. Люди, которые живут в мегаполисе, была отличная шутка, что, да, они просто дышат через фильтр. Потому что и так смог, там, везде машины, или там какое-нибудь металлургическое производство, или химическое производство, через фильтр дышать полезнее. Ну, как бы не совсем. То есть, тоже нужно понимать, когда мы курим, мы нейтрализуем тот салатик, который мы съели на сигарету. Он идёт на сигарету, а не на борьбу с мегаполисом, с тяжёлыми металлами, которые мы просто в себя впитываем, просто находясь в воздухе в нашем, да, просто потому что мы живём не в деревне. Вот и всё. То есть, вот это вот нужно понимать. Опять же, неправильный образ жизни. Если мы не поехали отдохнуть там в лес, не знаю, ну, куда-то на природу, а пошли пить. А пошли пить, да, то что? Значит, мы немножко забрали у себя свежий воздух, там, сделали себе гиподинамию, потому что пьют обычно сидя. Но если это были танцы, да, то это не была гиподинамия. Ну, то есть, вот это вот. Когда мы немножко вот так думаем, да, а не то, что «нет, я хочу гамбургер, не надо меня лишать того, что я хочу». То есть, вот это вот включение внутреннего ребёнка, который только хочет и не думает, вообще не думает. Да, внутренний ребёнок – это про «хочу» и отсутствие мозгов. А когда мы осознанно выбираем, то есть немножко осознанности, тогда мы будем здоровее, тогда будет меньше проблем, к которым мы всё равно, к сожалению, придём с возрастом. Просто а зачем к этому приходить в 30 или 40 лет, если можно приходить в 50, 60, 70? А у кого-то кератом нет и в более пожилом возрасте ничего. Живут же как-то, да, почему-то они живут, нет у них никаких кератом. Почему? Вот надо у них спросить, это же не только генетика хорошая, да, генетика – это 45%. Генетика – это всего лишь 45%. А вот образ жизни – это остальные 55%. Мы можем менять своё, не знаю, своё тело не только благодаря то, что досталось, то типа так и живи. Нет, мы можем это изменить. Поэтому надо просто подходить осознанно. Сейчас, кстати, молодёжь очень осознанно мне очень нравится. Недавно у меня был пациент. Просто вот как два варианта пациентов. Да, у них разница, допустим, в 10 лет. Разница в 10 лет всего. То есть одна пациент чуть моложе меня, а второму там 20 с небольшим. Причём молодой человек. По питанию. Именно про здоровое питание. Но не в смысле ПП, да, который вот это ПП, ЗОЖ, вот это всё, это к здоровому питанию не имеет никакого отношения. Индивидуальный подход, есть индивидуальная непереносимость и так далее. Опять же, всё зависит от образа жизни, ну и т.д. и т.п. Много особенностей. И у девушки, которая старше, да, которая должна быть осознаннее, потому что она старше, ей нужно было много что исключить из питания, и это уже показал анализ. То есть это уже чёткое доказательство индивидуальной непереносимости. Она сказала, я не буду этого делать. Я говорю, поговорите с психологом об этом. Я говорю, я не буду вам психологом и лечить ваши детские, не знаю, хотелки. Что это такое? Ну, как бы, мне неинтересно. И другой вариант. Молодой человек, который пришёл с аллергией, ему сказала, всё, исключите. Я очень так аккуратненько. Так, вот вам надо исключить это, это, это. А ещё по-хорошему гистамин-либератор. Он говорит, а что это? Я говорю, погуглите. Он гуглит, и у него список огромный. А он ещё не сдал о никаких анализах. Может быть, ему это можно. Список огромный. Он такой, хорошо. Я говорю, что, будете на гречке сидеть одной? Он говорит, да, хорошо. Ну, то есть, вот, подход здорового человека, взрослого, зрелого. Да? Вот, будьте зрелыми. Так, что же делать? Что же делать с кератомами? Да, солнцезащита, безусловно. Как я и обязательно детям. То есть, когда бабушка лежит под зонтиком, ребёнок должен тоже быть под зонтиком. Можно под вторым зонтиком, если он не влезает в этот зонтик. И обязательно обмазан солнцезащитным кремом. У Гильтека, вот, у нас отличнейший солнцезащитный крем, который можно для детей. Он не жирный, он не оставляет каких-то белых следов. И он действительно очень хорошо защищает. Он объехал уже весь мир, все самые южные и солнечные места. Да, и Африки, и Мальдивы, и я не знаю, что, и Индии. И, по-моему, даже в Австралии уже был, и в Новой Зеландии. Он был уже везде и везде сработал. Детям его можно и нужно. Бабушкам тем более. Вот, не забывайте про бабушек. Не только детей, всех и мужей. Всем нужна солнцезащита. Потому что то, что он обгорел сейчас, это фигня, кажется, да? Сметанкой помажем в номере или йогуртом, так как поехали куда-то, где сметана, слова такого не знают. Проблема в том, что с ним будет потом. Думайте о том, что будет через 20, 30, 40 лет. И не скажет ли он, не придет ли, не скажет ли он спасибо за все эти пятна, какие-то непонятные, за все эти морщины, за всю ту какую-то преждевременную старость, да, фотостарение, которое произошло с человеком из-за того, что в детстве позагорал. Именно перезагорал. Вот. Обязательно панамки какие-то, одежду. Сейчас, кстати, для детей, для взрослых есть купальные такие футболки с длинными рукавами, не помню, как называется. Очень удобно. Они не пропускают ультрафиолет, при этом они легкие, там отводят пот хорошо, ну, то есть не то, что там в них запаришься. Здоровый образ жизни. И здоровый образ жизни – это не только вкусно кушать. Это и, ну, какая-то, это и какие-то прогулки на свежем воздухе. Это и отдых, это и правильный сон, это здоровое отношение к стрессам, то есть немножко пофигизма в жизни. Да, не пофигизма к своему здоровью, но и не эпохондрическое. Ага, у меня тут что-то это заболело, я умру. Да, это вот такой действительно, такой здоровый пофигизм. Тогда и стресс не будет сильно так, блядь, потому что стресс, конечно, тоже приводит к преждевременному старению, к мутациям, к ракам. Это доказано. И это именно не то, что стресс. Стресс-то у всех. Это отношение к стрессу. Отношение. Не надо делать трагедии из какой-то фигни. Да, это просто то, что со всеми случается. Аварии, увольнения, расставания, не знаю, некрасивое лицо по утрам. Это то, что случается со всеми. И это нормально, это жизнь. Жизнь не может быть только из каких-то положительных моментов. Здоровый образ жизни в широком смысле этого слова. Отсутствие каких-то вредностей. То есть убираем вредности, добавляем полезности. Все. Коррекция недостаточностей. Вот здесь она тоже особо важна, потому что при недостаточности витаминов, антиоксидантов, да и микроэлементов, потому что многие микроэлементы несут в себе тоже антиоксидантные свойства, там тот же селен, например. При коррекции недостаточности мы живем более здорово, на нас меньше действуют там свободные радикалы и тяжелые металлы, какие-то оксиды, еще что-то, выхлопные газы. Мы лучше спим, нам меньше хочется есть сладкого, там жирного и противного, потому что с собой бороться действительно сложно иногда. и все становится как бы лучше. И организм, который живет в достатке по всему, по таблице Менделеева, по всем витаминам и так далее, организм, который живет в достатке, он работает правильно, он живет дольше, он здоровее, и все у него хорошо. Он меньше ломается. И, безусловно, наружные средства. Понятно, что солнцезащита, она у нас была в первую очередь. Антиоксиданты круглый год, именно антиоксиданты, то есть если там важны, если в прошлом, если в первом были нужны противовоспалительные, регенеративные, да, заживляющие, во втором больше были нужны именно отбеливания из наружных, то здесь, ну и солнцезащит, понятно, то здесь именно антиоксиданты, то есть то, что препятствует вот этому оксидативному стрессу, повреждению клеток, потому что любое повреждение клеток может привести к дальнейшей мутации. Если клетка после этого и не стала снова здоровой или не сдохла в апоптозе, в апоптозе, потому что повреждение было слишком сильным, то есть она не сделала себе харакири, да, то она может мутироваться. И вот это грустно, это не хочется. От этого спасают антиоксиданты. И ретинол, безусловно. Вот здесь ретинол, он обладает не просто какими-то свойствами обновления кожи, омоложения кожи, там, борьбой с гиперпигментацией. А здесь ретинол обладает противомутационными свойствами, потому что доказано, что он уменьшает мутации в коже. Не внутрь ретинола, а наружный ретинол уменьшает количество мутаций в коже. Поэтому в зрелом возрасте ретинол очень полезен, именно наружный. И он такой, скажем так, must-have. То есть различные витаминки в наружных средствах, различные антиоксиданты, и обязательно ретинол в хорошей концентрации. Не просто там ретинол, а полиметат, какую-то каплю кинули, главное, ну, для записи, да, чтобы была. Тем более он укисляется быстро, то есть не факт, что он там остался в этом кремике. Именно ретинол. Ну, теперь переходим. Давайте разберем, может быть, вопросы какие-то по теории остались. А вот тут какой-то есть вопрос. Енина спрашивает, скажите, пожалуйста, дефицит каких витаминов и микроэлементов стоит искать в анализах? Это достаточно такой общий вопрос, который интересует абсолютно всех. Если брать просто человека какого-то усредненного, да, то можно сдать абсолютно все анализы, которые найдутся в лаборатории. Но это получается очень дорого. И крови может не хватить. Поэтому обычно происходит опрос. Но на самом деле витаминов не так много, да, и жирорастворимые витамины, есть водорастворимые витамины. Если у нас подозревается анемия, то это В12, В6, В9, витамин С. Если у нас просто именно подозреваются какие-то антиоксидантные недостаточности, то это жирорастворимые, это витамин А, витамин Е, витамин Д, безусловно. Про витамин Д, мне кажется, уже все все знают, что он нужен всем. Из водорастворимых – это обязательно витамин С. В принципе, неоцинамид – это витамин ПП. Биотин – тоже хорошо. Селен. Если подозревается дефицит анемии, еще железо обязательно надо смотреть, цинк, медь. Ну, то есть их много. Все равно их много, и надо все равно все смотреть. Витамин К, например, не обязательно смотреть. Витамин К имеет смысл смотреть при уже предклимактерическом или постклимактерическом периоде, когда есть риск остеопороза. Или если вы внезапно сломали ногу, а потом палец, а потом еще что-то. То есть как-то на ровном месте переломы пошли. Тогда нужно обязательно посмотреть, нет ли остеопороза, проверить витамин Д, проверить, кальций, проверить парад гормон, ну, это я уже все, это я уже уехала, и витамин К. В целом, многие витамины можно восполнять, не обязательно БАДами, а питанием. Питанием даже лучше. Лучше усваивается. Итак, а теперь что же делать? Какие конкретно средства будут хороши? Сейчас мы начнем с первой, да, с первой причины пигментации, то есть акнеискриатика, когда что-то ковыряем, и получается все какое-то неровное, розовое, коричневое, белое, и цветокожа тоже. Все в пятнышках. Разноцветное конфетти на лице. Да, в первую очередь мы помним, что нужно противовоспалительные ранозаживляющие препараты. Итак, это в первую очередь во главе угла стоит гель-интенсив регенерации, потому что это и очень противовоспалительный препарат, и очень ранозаживляющий препарат. Вот он прям идеально подходит. Состав вы видите, тут все, да, витаминизация в том числе. Дальше. Если мы говорим про обновление кожи, да, тоже обновление нужно кому? Обновление нужно при... Ну, мы сейчас первые препараты, у меня в принципе препараты идут по проблеме. То есть первая проблема окноискариатика, да, там обновление тоже нужно, потому что пигментация поверхностная, и за счет обновления мы сразу быстро добиваемся положительного эффекта внешнего. обновляющий флюид Альфа-Дерм. Он очень нежно, очень ласково, потому что в принципе тут всего лишь 10% кислот. Да, 10% это немного. Очень нежно, не подвергая какой-то сухости, обновит кожу. Да, заодно подсушит какие-то воспалительные элементы, какие-то прыщики, если они есть, да. Дмая в составе обладает лифтинговым свойством и лимфодренажным. Соколовера заодно регенеративные, противовоспалительные свойства, аквоксил это увлажнение. Ну и кислоты в таких небольших концентрациях, они обладают противовоспалительными тоже свойствами, хорошими. То есть это будет очень мягкое отшелушивание, без сухости и заодно противовоспалительный эффект. Поэтому вот это такой препарат выбора, скажем так. Наносит его на ночь, не утром. Но в целом, когда человек офисный, то есть он выходит ночью, приходит ночью, можно и утром наносить. А вечером что-то другое. В принципе, его можно наносить сразу на гель интенсив регенерации. То есть их отлично совмещать, ничего такого не будет. сыворотка стопакне. То есть все-таки если у человека такие акне, но не только, и при этом человек очень любит ковырять это акне, то есть не доносит до косметолога ни одного живого прыща с головкой гнойной. Вот не доносит, и говорит, я не донесла, я не смогла, вот я прям утром отковыряла все. Вот, не смогла. Да, то очень хорошо стопакне, причем именно даже не точечно, а прям везде. То есть если человек все лицо ковыряет, значит на все лицо, ну кроме век. Если человек только лоб ковыряет, значит только на лоб. Потому что будет отлично противовоспалительное свойство у стопакне, соответственно борьба с акне, отшелушивающее свойство тоже здесь будет небольшой за счет и азилоглицина и салициловой кислоты. Восполнение недостаточностей, потому что кожа устала регенерировать, она уже задолбалась регенерировать. И она хочет уже отдохнуть, ее все ковыряют и ковыряют. Восполнение это будет вот аспартат, магния, глюканат, цинк, глюканат, меди. Да, они очень важны для клеток. пантенол тоже ранозаживляющая, сок алоэвера противовоспалительная, ранозаживляющая. Азилоглицин еще будет и отбеливать немножечко. То есть вот это вот прям тоже отлично. То есть можно, смотрите, можно допустим стопакно наносить утром и сверху какой-то крем, да, тоже поговорим какой, вечером наносить интенсив регенерацию и сверху альфа-дер. И вот будет достаточно быстро, нежно, это если кожа, конечно, не пересушена, не сухая. Если суховато, то что-то выбираем одно из двух, в зависимости от того, это прыщи или это придуманные прыщи. Да, если придуманные, лучше альфа-дерм. Если все-таки прыщи, лучше стопак на сыворотках. Наносим на ночь, утром будет увлажнение, будет больше увлажнения. Крем увлажняющий. Это новинка наша. ночной. У нас есть просто крем увлажняющий и есть крем увлажняющий ночной. Они похожи по составу. Его очень хорошо, именно в такой ситуации, нежно увлажнять, он заживляющий. Этот крем обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами. Поэтому его на ночь отлично, утром, потому что обычно такие люди все-таки макияж наносят. это будет слишком много. И сыворотка, и крем, и потом еще тональный крем. Это будет перегрузка, скатается все, поэтому там какую-то сыворотку наносим, там тот же стопакно, допустим, или наоборот регенерирующий гель. и сверху уже пускай будет тональник или пудра. А вот на ночь мы тогда будем альфа-дерм или стопакно и крем увлажняющий ночной. Прямо это будет отличный вариант при акне и скариатике. Переходим к следующему, к мелазме. К лазме-мелазме. Здесь в первую очередь, да, то есть поход к врачу, да, но дома это солнцезащитный крем. Вот прям солнцезащитный крем это наше все. Утром обязательно если в обед выходим покушать из офиса, то обязательно можно обновить или хотя бы припудриться, ну, что-то надо сделать. Просто при мелазме, конечно, тоже солнцезащитными, ой, маскирующими средствами безусловно пользуются, да, вообще, когда мы говорим о пигментации, то это вам не акне, когда можно сказать типа нет, нельзя солнцезащитный фу, нельзя маскирующие средства, потому что они вызывают, они комедоногенные, они вызывают и парниковый эффект, и в общем все плохо, вам это нельзя. Да, в данном случае можно маскирующие средства, потому что вообще пигментация переживается гораздо хуже, чем акне в психологическом плане, это неприятно, этого стесняются, это пытаются исправить, исправить, понятно, что маскирующими средствами, но в данном случае, так как солнцезащита важнее, то сверху нельзя наносить тональный крем, потому что он уменьшит солнцезащитные свойства, а лучше наносить пудру, пудра, сейчас миллиарды пудр, есть пудра с очень хорошим покрытием, и в принципе спокойно это все закрывается, она еще усилит, она еще усилит действие солнцезащитного крема, потому что мы не снимаем и не разбавляем солнцезащитный крем пудру, как бы сверху такими промокающими движениями, еще сверху штукатурочку накладываем, да, крем, когда мы на крем наносим, мы их смешиваем, соответственно, солнцезащита разбавляется, про крем я в принципе уже все сказала, обновлять его желательно, если вспотел, если трогал, если переодевался, да, ну вот я на работе, да, я переодеваюсь, то есть я с дела, если бы я приходила утром, потом переодевалась раз, потом переодевалась два, плюс в маске, да, маска смывает, честно говоря, крем вот отсюда, это я в сентябре обнаружила, когда посидела на солнышке, ну в метро ехала в маске, на улице без маски, я была в солнцезащитном креме, у меня вот так полоска пигментации осталась, потому что маска смыла мне все, соответственно, перед выходом, если бы я пошла на обед или поехала домой, еще как-то солнце светит, я бы нанесла заново солнцезащитный крем обязательно, как наносить, лучше смыть тоником и нанести просто, можно без сывороток, можно, можно, конечно, полностью уход взять, тоником протереться, нанести какую-то сыворотку, нанести сенсезащитный крем, так тоже можно. Гвоздь программы, сыворотка Brightening Skin, это сыворотка, которую я проверяла в апреле, в ноябре в Эйлате, где очень солнечно, очень жарко, у меня есть конус к пигментации, которую никто не видит, но ее поэтому и не видят, потому что я что-то таки делаю. Так вот, сыворотка отличнейшая, я люблю очень плавать, я там, безусловно, плавала и ходила много по улицам, у меня не было шляпы, у меня были только очки и все, солнцезащитное. Безусловно, я пользовалась солнцезащитным нашим кремом, но под него я наносила эту сыворотку. Вот так как это новинка, и мы ее ждали больше двух лет, реально очень долго, там были проблемы с поставщиками компонентов, то есть там из-за этих кризисов кто-то там помер из поставщиков, ну, не в смысле помер, а обанкротилась компания, перестали производить, и нужно было найти новых, новых, новых. Мы, например, искали по коевой кислоте новых поставщиков, то есть я еще со старой формулой ездила, а формула сейчас новая коева даже лучше, чем старая, это даже, ну, это сильный плюс, то есть я вот старый образец у меня был, я открыла, он коричневый, то есть там окислилось все. Вот, ну, то есть там не то, что прям все выкинуть, да, но, ну, вообще, когда на лицо наносит что-то коричневое, как-то, ну, так себе, органолептические свойства уже не очень. Вот, поэтому новая сыворотка, она прям прекрасна, она прям прекраснейшая, и она не сушит, в отличие от, наверное, всех отбеливающих препаратов, вот это именно отбеливающий препарат, больше отбеливающих препаратов в гельтеке нет. Это единственный реально отбеливающий препарат. Все остальное не отбеливание, это другие препараты, и они про другое. Отбеливание в данном случае, я вам это объяснила, да, кислоты не являются отбеливанием. Отбеливанием являются вещества, которые влияют на выработку меланосом, то есть на работу меланоцита, именно клетки, больше ни на что, потому что наша пигментация это работа клеток, и все. Это не запачкались там. Итак, что в ней есть? Первых, в ней есть два пептида, как раз отбеливающих, и они составляют основу именно работы этой сыворотки, то есть это меланстатин и хромобрайт. Это уже достаточно исследований, но если мы ее делали еще два года назад, даже больше, какие-то два, больше, мы ее делали долго, упорно, это тест номер 58, то есть было до этого 50, даже было еще 59, был, по-моему, то есть представляете, сколько было вариантов. Это вам не детей делать, это сложнее. Очень много вариантов, потому что нужен был, с одной стороны, действительно работающий отбеливающий препарат, потому что, как я уже говорила, все, что отбеливает, оно токсично немножко, а в маленьких концентрациях оно не отбеливает, либо кислотно, в больших концентрациях оно слишком отшелушивает, что нельзя тогда, ну то есть тогда это зимний препарат, тогда разницы с ретинолом отсутствует, проще ретинолом пользоваться. Разве что, что ретинол беременным нельзя, да, ну, а этот можно. Соответственно, то есть либо не работает, либо слишком сильно работает, да, пептиды, они работают мягко. ниацинамид, доказано, причем доказано это не так давно, потому что витамин ПП, ниацинамид, никотиновая кислота, это все туда же, все в одну степь, это все известно уже сто лет, в обед, это очень старый препарат, и про него внезапно обнаружили, что он не просто омолаживает классно, да, что он еще и отбеливает немножко, но не за счет там каких-то блоков чего-то, или убийств, там, или отшелушивания, а за счет того, что он нормализует работу меланоцита, нормализует он ее, и все, он делает его работу нормальной, как это должно быть, вот в молодом возрасте, 20 лет, берем идеал 20 лет, вот, 20 лет обычно нет пигментации, только если вот во время беременности, но она потом, кстати, проходит, а вот когда в 40 лет появляется, ну, там, или в 35, во время беременности, она часто не проходит, она часто остается. Так, витамин С в стабильной форме, потому что это очень важно, аскорбиновая кислота, просто так она очень легко разлагается, настолько легко, что там, мне недавно рассказали про одну народность, просто про витамин С, про одну народность в горах, по мир, да, там есть одна область в горах, на 3, наверное, тысячи высоты, даже высота не важна, хотя нет, важна, 3 или 4 тысячи высота, там живут люди, просто обычно люди на такой высоте особо не живут, либо они кочевые, там туда заходят, стадо попасти, потом спускаются, да, пониже, короче, на этой высоте есть такая особенность, там живет определенная народность, на этой высоте есть такая особенность, что там очень сложно готовить еду, а еще там нет этих, там холодно очень, и там, соответственно, нет земледелия, то есть никто там огороды не выращивает, там нету овощей, вообще нету овощей, и фруктов там нету, там холодно, почему-то фрукты там не растут, ну, может, уже слишком высоко там для яблок, не знаю, овощей нет, они, если их туда привозят, они жутко дорого стоят, ну, потому что там какая-то маленькая народность, маленькие деревеньки там, это не город, то есть поставки частные, они всегда дороже, то есть там только охота и какое-то скотоводчество, да, ну, там много охоты, действительно, много там животных бегает, а готовиться все очень тяжело, потому что на такой высоте вода кипит не при 100 градусах, а начинает при 60 кипеть, то есть тупо, невозможно там быстро, да, даже яйца очень долго варить, а мясо варится, вот это как суви, есть способ приготовления мяса суви, когда при там от 60 до 80, есть такой специальный аппаратик, типа кипятильника, он температуру определенную поддерживает, и там несколько часов мясо томится, вот у них вот это мясо томленое, оно там по 10 часов у них варится, витамина С там нет нигде, они в 17 лет уже без зубов, чтобы вы понимали, и выглядят как 40-летние, вот почему они там живут, я не знаю, я бы не жила, ну, типа, где родился, там пригодился, вот вам вариант цинги, я думала, цинга побеждена уже давным-давно, со времен мореплавателей, ну, и со времен появления холодильников, когда можно свежие овощи, фрукты заморозить, и, соответственно, разморозив, получить витамин С, оказывается, нет, есть народность, где еще живет цинга, это высокогурье, вот, так вот, витамин С очень легко разлагается, поэтому, бедные химики-технологи, все время придумывают, как его сделать более живучим, и аскорбилоклюкозит, достаточно живучая форма. Дальше, коевая кислота, здесь ее немного, то есть, она не приводит к какому-то сильному отшелушиванию, она не приводит к какой-то красноте, к сухости она тоже не приводит, ну, и витамина С тоже не прям много, да, чтобы это было именно кисло, чтобы это был как легкий пилинг, нет, здесь все продумано, здесь все четенько, чтобы работало, но еще не вредило. И солодка, солодка тоже обладает противовоспалительными свойствами, помните, я сказала, что когда в дерматоскоп смотришь на хлоазму, то там сосуды расширены, потому что есть воспаление. Вот противовоспалительные свойства в данном случае тоже важны. Солодочка, она и отбеливает немножечко, немножечко, это все-таки просто экстракт. И но в данном случае обладает именно противовоспалительными свойствами. Ее вот любят в отбеливающие препараты класть именно еще из-за этого. Вот. А биосахаридная смола, это просто как такой легкий пробиотик и увлажняющий агент. Соответственно, это отлично увлажняющая сыворотка, которая при этом не сушит, не отшелушивает и не фотосенсибилизирует. То есть я реально ее наносила утром под солнцезащитный крем. У меня ни капельки не усилилась пигментация. Абсолютно не усилилась. Вот. Дальше. Поэтому ее использовать, ну, ее рекомендуют использовать на ночь, ее можно использовать два раза в день. Понятно, что когда мы что-то используем два раза в день, то оно действует сильнее, чем когда мы это используем один раз в день. Или вообще начинает действовать, потому что один раз в день было недостаточно. Да, иногда некоторые вещи, ну, от дозы все зависит. Это как с гамбургером. Чтобы потолстеть, нужно очень много гамбургеров. От одного не потолстеешь. Антикуперозный гель. Так, извините, мне прям звонят, разрываются. Мне надо сказать, что нет. Они до меня не дозвонятся никогда и вообще выключат телефон. Сейчас, секунду. Кто-то сегодня пытается прямо активнее с чем-то. Вот. Так. Антикуперозный гель. Да, помните про сосуды. Он хорош чем? Во-первых, там есть все для сосудов. Во-вторых, там есть тоже витамины ПП, то есть неоцинамид и С. то есть укрепление сосудов. Это больше подойдет тем, у кого и хлоазма, и купероз, или у кого прям сильно видно, что сосудистый компонент активен. Да, это чаще на щеках, на лбу не так сильно. То есть чаще вот, когда на щеках. Имейте в виду этот препарат гель-антикуперозный, потому что он обладает и омолаживающими свойствами, и немножечко, да, помогает в отбеливании. Потому что, опять же, если кто-то, возьмем беременную, да, хлоазма, летинол ей нельзя. Пилинги, ну, тоже, и вообще, куда-то, ну, или вот она родила, кормит, да, какие косметологи, тут поспать бы, как бы, чем ей пользоваться? Понятно, что отбеливающим, а чем еще? Что еще? Летинолом нельзя, солнцезащитой, это хорошо она пользуется, а чем еще-то? Вот антикуперозным очень хорошо. Будет, допустим, утром антикуперозный, вечером отбеливающий. Потому что гулять ей нужно много, особенно с ребенком, да и просто беременным лучше побольше гулять, там, как бы, спортом не особо позанимаешься, а так, вот, гулять можно. И, чтобы, ну, если он боится, допустим, какого-то фотосенсибилизирующего эффекта коевой кислоты, то можно с утра гель антикуперозный наносить солнцезащитным, а вечером уже brightening skin и, там, кремик намосить. Вот. Кремик тоже позже пойдет, позже будет. Вот. То есть, это тоже вариант. И особенно вариант для тех, у кого купероз, и для тех, у кого очень тонкая кожа. Такая тонкая, морщинистая, зрелая, хороший омолаживающий гель на самом деле. для курильщиков, для курильщиков идеальный гель. Дальше. А вот крем, который пойдет на вечер. Это антиоксидантный коктейль Витаматрикс, потому что в нем есть витамины А, С и Е. Вот. Только поэтому. Потому что он будет восполнять недостаточности по витаминкам. И доказано, что при недостатке витамина Е, так же, как и при недостатке витамина С, мы получаем пигментацию. Вот. Он не просто так назван, да, антиоксидантным. То есть, он как раз при втором и при третьем случае он очень хорош. Да и при первом на самом деле тоже нормально, но там больше подойдет ночной заживляющий все-таки. Гельтонизирующий хорош тоже этими же витаминами. Да, потому что, ну, бывает же и жирная кожа, крем неприятно наносить. Можно наносить гельтонизирующий тоже с этими же витаминами А, С и Е. Он будет хорошо восполнять недостатки и будет именно поддерживать. То есть, сам он не будет отбеливать, да, но он будет поддерживать, если вы уже довели себя до нормального состояния или у вас закончился брайтонинг скин почему-то. Ретидерм. Безусловно, как я уже говорила, так как ретинол работает через ДНК клетки, нормализует именно ее работу через ДНК, то ретинол отлично подходит при пигментации. Это доказано уже давным-давно, но ретинол и вызывает пигментацию, поэтому летом сложная задача использовать ретинол или, допустим, если вы живете в солнечной стране. Ну, в целом, я видела людей, которые живут именно, не приезжают отдохнуть, а живут в том же Краснодаре, летом, даже в августе они абсолютно бледные, да, значит, как-то можно не выходить на солнце, как-то же они могут это делать, да, значит, можно, можно, значит, можно. Соответственно, ретидерм используется только на ночь, если брайтонинг скин мы можем использовать и утром, это я на себе проверила отлично, то ретидерм только на ночь и желательно все-таки не тогда, когда солнце. Начинать лучше не каждый день, лучше через день, чтобы кожа привыкла, а еще лучше, если у вас все-таки есть акне какое-то внезапно, вам повезло, у вас и пигментация акне, при акне же тоже ретидерм отлично, да, но там есть такой прикол, сначала нужно восполнить недостаточность по обычному витамину А, то есть по ретинолопальметату, а потом уже ретидерм, поэтому сначала вы используете гель тонизирующий либо крем, крем-сыворотку Витаматрикс, да, а потом уже там через две недели или через месяц вы начинаете пользоваться ретидермом, сначала через день, только на ночь, потом переходите там через две недельки на каждый день, потому что должна кожа привыкнуть, и ретинол нужно понимать, что это не одноразовая игрушка, это курс, чем четче будет курс, тем четче будет результат, то есть 5-6 месяцев это действительно минимальный курс, который позволит омолодить, да, с акне бороться, да, даже один раз его нанес, уже подсохли некоторые прыщики, это элементарно, с акне бороться легче, чем с пигментацией, гораздо легче, но там тоже надо и анализы сдавать, и с питанием, то есть там тоже здоровый образ жизни должен быть, но так как ретинол именно при пигментации, а также для зрелой кожи, его надо использовать долго, 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 потому что кожа долго, долго перестраивается, должен ДНК перестроиться, должны внутренние процессы самой клетки перестроиться. Так, ну и здесь два вида ретинола, ретинол обычный, ретинол липосомальный, липосомальный нежнее действует, он не дает столько побочек, в принципе, наша сыворотка практически не дает побочек, но сейчас уже, так как она в продаже уже давно, да, мы анализируем обязательно абсолютно все обращения, которые поступают там на маркетплейсах или просто, и если у кого-то какие-то осложнения, то мы это все разбираем. не было. Очень редко, если сухая кожа, при длительном применении бывают классический ретинолевый дерматит, крайне редко, чаще, кстати, даже на шее чаще, вот. Но это легко исправляется, просто реже пользоваться и все. Просто сначала прекратить на 1-2 недели, потом реже пользоваться. Здесь тоже, заметьте, неоцинамид, да, 3%, вот, да, на шее, Ольга, вот тоже я чаще его вижу, ретинолевый дерматит от ретидерма на шее, чем на лице. Почему-то. Соответственно, просто, значит, нужно сразу говорить, что пользуемся не каждый день, а начинаем, типа, 2 раза в неделю, потом через день. Все. Так, и так, неоцинамид, это витамин С, да, витамин Е, видите, 3 витамина, кроме ретинола, а, ну, витамина, да, как ретинол, 4 витамина, отлично, плюс масло сладкого миндаля немножко, ну, как бы, питает. Он тоже, кстати, не сушит ретидерм, то есть не так, как обычно у других фирм препарата с ретинолом, именно 0,25%, я не говорю про какие-то там следовые количества ретинола, а именно рабочая концентрация 0,25% обычно достаточно жестко переживается, то есть через ретинолевый дерматит все должны пройти. В данном случае нет, не сушит, то есть побочек нету, даже на сухой коже нормально все. Вот. и увлажняющие еще агенты высокомолекулярной гиалуроновой кислоты и фукогель. Я, честно, не отделяю ретинол от других средств, типа, только ретинолом вечером, там, через 100 часов после умывания и потом тоже ничего не трогать на лицо, нет. мылись, нанесли тоник, нанесли сыворотку увлажняющую, допустим, какую-то, или, ну, если кожа сухая, да, там, тот же 3D увлажнение, потом можно ретинолом нанести уже как крем. Если вдруг стянуло через полчаса, ну, или вы чувствуете, что стянуло, или вы знаете, что вас стягивает, то есть этого ретинола недостаточно, у вас сухая кожа и очень сухо в квартире, нанесите крем ночной увлажняющей сверху, и все. Я не вижу каких-то от этого проблем, то есть я смешивала спокойно, на своей коже я не увидела вообще никаких особых проблем при добавлении каких-то еще продуктов сразу поверх ретинола данного. Вот. Так, Монар спрашивает, сколько применять сакне? Зависит от акне, зависит от ответа. Ну, это все индивидуально. Но это тоже не летом. На лето ретинол мы прекращаем, при акне в том числе. Ну, иногда, если совсем не солнечное лето какое-то, то можно на ночь иногда, там, типа, два раза в неделю. А так, сколько? Сколько-то? Ну, годами на нем не сидят. Опять, жакны все-таки это болезнь молодых, им еще ретинол, именно как омолаживающие средства не нужно, плюс они больше, более активные, они чаще на воздухе бывают, могут там на велике поехать и в итоге получить пигментацию. Поэтому все-таки тоже каким-то курсом, ну, от около трех месяцев, от трех до шести обычно. Так, достаточно индивидуально. Инна спрашивает, можно ли все препараты, которые я сказала, при говей беременности. Вот, ретидерм нельзя, все остальные можно. Только ретидерм нельзя, потому что у ретинола есть, к сожалению, такая особенность, как тератогенное действие. То есть мутации не у взрослых людей, а у плода. Да, при гове его тоже не рекомендуют, потому что мамочки при гове очень много касаются своих детей, да, часто, и когда они нанесли на лицо, они все равно их целуют, они все равно когда несут, ребенок все равно может прикоснуться к лицу, а у детей очень проницаемая кожа, очень проницаемая для всей косметики, поэтому для косметики детской другие концентрации, ну, там, жестче требования, концентрации, они должны быть меньше, там, ну, и так далее, там, эфирных масел никаких не должно быть в детской косметике. Соответственно, мы даем, ну, он получает от нас ретинол, может появиться ретиноевый дерматит, у ребенка, зачем это надо, это не надо. Поэтому, когда у нас есть близкий контакт с ребенком, очень близкий, да, или спит ребенок с нами, он же может спать и до 7 лет с нами, и до 30 лет с нами может спать, да, ну, до 30, ладно, уже кожа не детская, потерпит, а там, в 2-3 года, если ребенок спит с нами, то лучше ретинолом тогда не пользоваться, чтобы потом не думать, от чего ребенок пятнами пошел, потому что не догадаетесь. Давайте, рано еще, спасибо за внимание, в принципе, время чуть есть, давайте подумаем, какие еще можно препараты из гильтека использовать при этих проблемах, да, то есть понятно, что при кератомах в принципе пилинги зимой почему нет, тоже можно использовать, да, они немножко отшелушат эти кератомы, и будет более такой, какой-то приятный вид, да, согласны, будет, ну, они станут менее выпуклыми, они не будут шелушиться, будет более какой-то удобоваримый вид, я не говорю сейчас про удаление и так далее, это работа не дома, да, мы сейчас говорим про что-то простое, то что, ну, потому что пилингов, сейчас гильтек тоже выпускают пилинг, в серии вайтенинг он будет, хотя там отбеливающего особо ничего, он подойдет кому из этих трех наших вариантов, вот скажите, вот сейчас я специально не стала про него рассказывать, вот у нас будет пилинг, сейчас я скажу, какой у него будет состав, сейчас, секунду, найду его, так, у него миндальная кислота, молочная кислота, фируловая кислота и, по-моему, салициловая, мне кажется, нет, без салициловой, ну, там, зеленый чай, дмая, еще, соответственно, как вы думаете, кому подойдет такой, а, уже появился в продаже, я просто не, как-то там, на сайте не поняла, появился он в продаже или не появился, вот, кому подойдет, то есть, самое интересное, там, ну да, вот кислоты и фируловая есть, фируловая это что, если вы не знаете, фируловая это антиоксидант, то есть, это вот такой больше омолаживающий агент, антиоксидант, каким, подскажу, двум, из трех людей подойдет при проблеме, у нас есть акне и скриатика, руки прочь, да, у нас есть мелазма, это гормоны и солнце, и у нас есть, скажем так, кератомы, да, это немножко старость, очень жду, чтобы вы ответили. Так, Монара считает, что тем, кого кератомы, потому что, наверное, я сделала подсказку в плане фируловой кислоты. Ну, в целом подойдет, но больше подойдет, на самом деле, не знаю, будет кто-то еще отвечать? Все устали? Больше подойдет первому варианту, потому что только там, пилинги, это прям то, что даст действительно хороший результат. Поэтому туда же подойдет, подойдет наша энзимная маска, как отшелушивающий, более мягкий агент, да, то есть энзимная пектиновая маска, ее можно использовать, ну, и просто еженедельно, даже два раза в неделю, вот, и, например, летом, да, когда пилинги нельзя, то можно энзимную маску раз в неделю, часто там тоже не очень, вот, а наш пилинг, да, первым и третьим подойдет. Виктория, не расстраивайтесь, что поздно добрались, все будет в записи, все будет в записи, через неделю, я думаю, запись на ютубе уже появится. Вот, это из таких, еще у нас есть, еще у нас есть, например, гель нео для зрелой кожи и сыворотка стоп-тайм, например, да, у них немножко, ну, у них разные составы, но похожи, там есть витамин С, там есть гидролизат коллагена, там есть экстракты трав, вот, такой вариант, кому подойдет. Там, конечно же, есть гиалуронка, то есть это хорошее увлажнение. Просто, чтобы у вас немножечко мозги поработали не только над теми препаратами, которые я показала, да, у гельтека много препаратов, вам может прийти человек, который уже чем-то пользуется, и вы должны понять, ему это все выкидывается, да, или все-таки что-то можно оставить и просто добавить, потому что, когда вы вчера сказали купить пять одних продуктов, а завтра вы говорите, ой, а давайте еще, вот, вместо этих пяти, вот эти четыре, да, то есть, человек немножко может заподозрить неладное, что-то тут не так, то есть, что-то оставить, что-то там, оставить на потом, да, а что-то заменить на более нужный продукт при наличии пигментации, вот гели для зрелой кожи, да, и сыворотка стоп-тайм, они кому подойдут, они подойдут, они на самом деле всем подойдут, вот так вот, потому что первому варианту нужно и увлажнение кожи, и заживление кожи, антиоксиданты в том числе, все равно там, ну, если они этим уже пользуются, потому что акне, экскреатика обычно бывает от 30 до 40 лет, то есть, уже не сказать, что прям девочка молоденькая, да, все-таки гель для зрелой кожи нормально использовать, то есть, его не нужно убирать, он будет, и отлично, там витамин С есть, к нему просто добавляем отшелушивающих препаратов, да, и интенсив регенерацию добавляем, или наоборот, даже интенсив регенерацию можем не добавлять, можем крем ночной увлажняющий добавить, если у нас, соответственно, с мелазмой, да, витамин С отлично, это антиоксиданты, все, плюс увлажнение, безусловно, мы просто добавляем ретинол, мы просто добавляем вайтенинг, и все, ну, и обязательно солнцезащитный крем, если у нас дама зрелая, с кератомами, удалять, она их пока, допустим, не готова, или вы не удаляете, или вы не знаете, куда послать, или послать нужно ко мне, или вы находитесь в другом городе, вы не можете ко мне послать, ну, или не знаете хорошего дерматолога, или там еще что-то, или в другой стране живет, вы вообще онлайн консультируете, уже пользуется этим гелем, да, что еще мы добавим, мы добавим, безусловно, солнцезащитный, мы добавим ретинол, и будет уже хорошо, да, то есть не убираем. Отличный вопрос, Виктория, вот вы вроде опоздали, а пришли прям вовремя к вопросам, Виктория спрашивает, у некоторых моих клиентов на лице есть лентига, солнечная лентига, соответственно, да, это пятнышки, какой продукт гельтег поможет в этом случае, лентика это уже мутация, если это именно лентига, а не кератомы, да, потому что они похожи. Сейчас я вам покажу картинку, картинку, так, сейчас, секунду, проехала, вот, сейчас стрелочку, просто вот это, это вот, в принципе, лентига можно назвать, вот это, а вот это уже кератомы. Хорошо, лентига, ретинол, обязательно солнцезащитный, и ретинол. Лентига, так как это мутация, то рассматриваем ее, ну, в лечении, как и кератомы. Поэтому это препараты с ретинолом, обязательно солнцезащита. Плюс противовоспалительная лентига, всегда это воспаление, то есть интенсив регенерация, утром и вечером, и на ночь ретинол, и утром обязательно солнцезащитный. Да, у дамы на руках слева, это, конечно же, кератомы. То есть сначала могло быть и лентига, но это уже кератомы. Они немножко гистологически отличаются, но и лентига раньше появляется, кератомы это уже прям новообразование. Тоже, вот, допустим, если мы берем тяжелую артиллерию, да, вот берем даму с такими руками, что мы ей будем делать? Вообще по-хорошему делать шлифовку и обязательно ретинол, то есть ретинол на все тело, на всю шлифовке, потому что фотоомоложение, например, на кератомы оно их не добивает. Лентига оно еще может добить, а кератомы уже не может, потому что они более объемные, они хитрее. Поэтому вот здесь шлифовки пойдут, лазерные, чтобы обновить, и плюс обязательно ретинол. Татьяна спрашивает, подходит ли для второго типа пигментации, то есть мелазмы, пектиновый гель и тоник с ахокислотами. Смотрите, тоник с ахокислотами точно нет, он подойдет скорее для первого типа, потому что тоник с ахокислотами, мы услышали, это кислоты, а второй тип появляется часто из-за кислот. Нам нужно убирать кислоты во втором типе. Для первых можно, если не сухая кожа, потому что тоник с ахокислотами подходит только для жирной кожи, только для жирной кожи. Для жирной кожи не обезвоженный, для жирной кожи с гиперкератозом, он не столько отбеливает, сколько он скорее антиакнетоник. Он не отбеливает вообще, там нет ни одного отбеливающего компонента. Вот заходим мы в гильтек, заходим мы в косметику. Да, сейчас я просто вам скажу состав, чтобы не наврать. В нем находится, в этом тонике, находятся, скажем так, три микроэлемента в усвояемой форме. Сейчас что-то тормозит. На слух, конечно, сложно воспринимать химические какие-то составы. Так, добираемся до состава. Итак, лимонная, молочная, яблочная, глюконовая, аскорбиновая, винная, гликолевая, слициловая кислоты. Депантенол, соли, магния, цинкомиди, витамин Е, витамин С. Смотрите, из-за кислот, ну, как я уже сказала, его можно только для первого варианта, чтобы отшелушивать. И то, ну, то есть вместо, ну, и в нем нет увлажнения. То есть это для первого варианта с жирной кожей, потому что увлажнение он не дает вообще никакого, абсолютно никакого. Для зрелой кожи он может ее засушить, поэтому я не могу рекомендовать его для зрелой кожи. Зрелая кожа всегда сухая. И если убирать его или ретинол, извините, но я выберу ретинол. Если выбирать его или брайтенинг, хотя брайтенинг не сушит, то я выберу все равно брайтенинг. Потому что если я выберу и то, и другое, то кожу начнет сушить, кожа начинает скукоживаться, шелушиться, на ней появляется больше морщин, этот человек к вам больше не вернется никогда. Если средства, которые вы посоветовали, для зрелой кожи, сделают ее сухой. Зрелые дамы любят кремы. Там как раз наш питательный крем подойдет хорошо. Поверх всего, поверх ретинола. Ну а с утра солнцезащитный в любом случае. Вот. То есть вот так. Не все, что написано на этикетках и относится к каким-то группам. Читайте составы. Думайте по составам. Думайте составами. Не думайте маркетинговыми какими-то словами, пожалуйста. Я не знаю, почему он находится, этот тоник, почему он находится в серии White Wing. Ему там делать нечего. Если еще пилинг, окей. Хотя пилинг я бы отнесла в антиакне или в антиэйдж даже. Но не в вайтенинг. С фируловой, хоть и с фируловой кислотой, но тоже в вайтенинг это опасно его относить. Потому что от пилингов пигментация. Вот так. Пектиновый гель можно круглогодично. Он очень нежный, но он не отбеливает. Он хорош тоже при гиперкератозе, при очень жирной коже, потому что он кисленький. Он кисленький и он... Смотрите, гиперкератоз есть и при зрелой коже, и при молодой коже. Постоянно пользоваться кислотами мы начнем сушить. Особенно если молодая кожа вытерпит, то зрелой кожи нет. Пектиновый гель, он очень нежно отшелушивает. Он нормализует вот это вот отшелушивание кожи, он делает ее более нежной. Ну, за там сколько-то месяцев. К отбеливанию это не имеет никакого отношения. Пектин никакого отношения к отбеливанию не имеет. Он не умеет блокировать тирозиназу. Еще у алоэ вера есть какой-то там... Он слегка-слегка алоэ... Во-первых, он содержит витамин С и много чего содержит. Там есть алоэ зин, который слегка-слегка что-то там тоже может блокировать. Якобы тирозиназу, да. Но насколько сильно я не... Ну, то есть я не могу сказать, что алоэ это прям отбеливающий компонент. Алоэ это ранозаживляющий компонент и противовоспалительный компонент. Пектин это дезинтоксикационный компонент. И за счет кислоты он будет очень мягко, потихонечку нормализовать состояние гиперкератоза в норма кератоза. Альфадерм при лентиго без гиперкератоза будет никак. Потому что лентиго не поверхностная пигментация. Она все равно находится внутри. Это уже мутация самих клеток. Альфадерм при акнеискариатика хорошо. Альфадерм при акне хорошо. Альфадерм при гиперкератозе хорошо. При жирной коже хорошо. При зрелой бывшей жирной коже с гиперкератозом, когда человек приходит лет в 60, допустим, или 70, и говорит, а у меня через месяц свадьба у сына или у дочки. Я должна выглядеть хорошо. Она никогда не была у косметолога, она ничего никогда не делала, может быть, не вею какую-нибудь наносила. Там гиперкератоз как пятка. Вот тогда альфадерм, пилинги, шлифовку. Таких нельзя брать на шлифовку, потому что это опасно. Человек должен быть подготовленный. То есть пилинги, отшелушивание за месяц вы хотя бы сделаете кожу понежнее. Все, больше там ничего не сделаешь. Тогда да. Да, гиперкератоз всегда идет с расширенными порами. Всегда. Он не умеет быть без расширенных пор. И пектиновый гель за счет того, что он кисленький, он немножко успокаивает вот это вот салоотделение. Но при этом делает это не за счет каких-то кислот, а за счет того, что он сам кислый. Вот. То есть очень нежно. Не химически как бы, а вот он натуральненько. Для любителей натуральненько. Он опять же не фотосенсибилизирует. Хороший гель именно для жирной кожи с гиперкератозом прям идеально. Так, еще остались какие-то вопросы? Вот как раз Виктория пишет опыт, что дама брала с гиперкератозом и расширенными порами. И ей очень понравилось. То есть это действительно так. У Альфадерма достаточно... Ну вот есть у Гельтека продукты, вот особенно старые, да, они очень универсальные. Они подходят всем. Да, тот же гель для зрелой кожи, для жирной кожи, демотен, его на кого не намажь, всем хорошо. Ну вот правда, ничего плохого они не делают. Они делают увлажнение, что-то такое, очень такое вот. Всем хорошо, всем. Вот назначаешь, не ошибешься. Вот прям крем увлажняющий наш. Назначаешь, не ошибешься. Универсально подходит всем, разве что очень сухим, скажут, что что-то суховато, надо еще какой-то крем. А новые продукты, они четко направленного действия, да, поэтому мы про них, наверное, больше рассказываем и более так направленно стараемся больше писать. Ну и вообще появились вот эти вот все вебинары, влоги, вот это все, потому что это продукты, в которых можно ошибиться, которые можно неправильно назначить и получить отрицательный результат. Это всегда так, когда продукт вот четко направлен на определенную цель. У альфа-дерма цель – это мягкое отшелушивание. Не как пилинг, да, а именно ежедневное, очень мягкое отшелушивание, легкий противовоспалительный эффект, то есть отшелушивание без сухости. Да, потому что можно отшелушить быстрой сухостью. Ну, но зачем? Да, у тоника с ахокислотами примерно то же самое. Но он вообще не увлажняет, вообще. То есть он только для жирной кожи подходит, только, исключительно. Никакого отбеливания там нет, там нет, ну вот витамин С, но его там мало, там немного витамина С, чтобы витамин С и витамин Е там есть, да, витамин Е там вообще чуть-чуть. Они не в той концентрации, которая отбеливает, скажем так. Потому что тот же антикуперозный будет отбеливать сильнее, чем тоник с ахокислотами. Тогда давайте антикуперозный посадим тоже в витенинг-группу, да. Пилинг, да, пилинг кому нужен? Понятно, что не всем подряд. Пилинг нужен тоже при гиперкератозе, при акне. Все. При гиперкератозе и при акне. Все. Что еще? Пилинг можно использовать перечисткой вместо энзимной маски. Но это мы сейчас уходим вообще в другую тему, да. Ретинол кому нужен? Для зрелой кожи, при акне, при пигментации. При гиперкератозе, кстати, тоже отлично ретинол поможет. Вот. Главное, но просто нужно понимать, что можно уйти в ретиноевый дерматит. Ну, мало ли, всякое бывает, да. Или, опять же, солнце. То есть лучше выбрать альфадерм, если мы боимся ретинолевого дерматита. Или если пациент, например, принимает ретинол, да, куда еще ретинол наружно. А вот если пациент принимал ретинол, закончил, и нам его надо снять с ретинола, то тогда ретидерм прям обязательно, потому что ретинола в организме станет мало, и в ответку могут пойти прыщи. Да, и нужно как-то подстраховаться, тогда ретидерм отлично подойдет. Как подстраховочка. Вот. Так, все понятно стало? Стопоакно, кстати. Вот он вроде бы называется, да, стопоакно. Да, типа, от акне. Серия еще антиакне, там двойной такой акне-акне. А на самом деле там азелаиновая кислота, которая отбеливает, между прочим, да, то есть он отлично подойдет при розации за счет азелаиновой кислоты. Он отлично подойдет при постакне, когда с акне уже поборолись, а пятнышки остались. Он отлично подойдет при акне-тарте. Он даже при мелазме с гиперкератозом подойдет. Он и при, в принципе, кератомах может подойти. Если жирная кожа с гиперкератозом, назначьте стопоакне, сыворотку. Она мягко отшелушит, будет отбеливание, будет, там будет вообще классно. Он будет лучше, чем альфа-дерм работать на них. Просто вот нужно обязательно смотреть составы. У меня есть вебинар про составы косметики. Там, в принципе, многое разбирается. Может быть, я повторю даже, так как у нас новые продукты, в них новые составы. И можно что-то тоже похожее сделать будет. Хорошая идея. И то я каждый раз голову ломаю, чтобы не повторяться. Чтобы разные были вебинары. Так, все, вопросы закончились? Про составы есть вебинар. Просто поищите. Если вы в гильтеке там совсем запутались, потому что там очень много вебинаров, да, еще Ирины. Ну, там просто можно запутаться. Вот, то на моей страничке можно, Зосима Галина, латиницей, там, где мои вебинары, там их просто меньше. Их там 20-30 штук, да, то есть легче найти. Можно там поискать. Ну, да, про новые продукты, да. Сейчас будет много новых продуктов. Гильтек решил делать много новых продуктов. Так, ну что, закругляемся. Вот, соответственно, потихоньку закругляемся. Желаю вам хорошего настроения. А, еще один вопрос. Просто кто-то пишет в чате, кто-то пишет вопросов. А, ну я ответила, в принципе, на этот вопрос. По тесту, да, вопрос про тест на сайте Гильтека. Смотрите, тест – это тест. Во-первых, там не все продукты можно, скажем так, впихнуть в программу. То есть там, ну, должна быть определенная логика, да, да, нет, ну, как бы как древо, да, какое-то расходящееся. И нельзя прям все продукты, опять же, тест был сделан тогда, когда не было еще отбеливающих продуктов. Это его нужно переделать. Переделывать – это работа с программистами. Я не знаю, будут это переделывать или не будут это переделывать. То есть тест – это такое очень условное, очень условные рекомендации. Это такое, знаете, можно как бы сходить к специалисту, а можно типа бесплатно. Вот это типа бесплатно. Бесплатно оно всегда будет не настолько индивидуально, не настолько качественно, не настолько подобрано, да. Ты не можешь тесту задать какие-то наводящие вопросы. Он у тебя не спрашивает наводящих вопросов. Он не знает, чем вы пользуетесь. Он там, ну, это всего лишь тест. Это как бы такое для совсем, когда человек вообще ничего не знает, такое, ну, поиграться. Когда я проходила, мне он там насоветовал, ну, что-то хорошее, что-то не в тему. Да, не я делала этот тест. У меня немножко другие взгляды на это всё. Вот, переделывать тоже. Я сначала думала переделывать, а потом что-то я там заболела или что-то это я забила. До совершенства не довела. Ссылка на вебинар всегда приходит, и в крайнем случае на сайте через неделю примерно уже появляется на Ютубе. Именно на Ютубе, на сайте всегда можно в старых вебинарах порыться. Вот, всегда это есть. Всё, желаю вам хорошего, я очень надеюсь, что наконец-то начнётся уже как-нибудь весна, потому что по солнышку, по солнышку как-то весна вроде уже начинается, а по снегу она как-то совсем не начинается. Желаю вам весеннего настроения, желаю побольше двигаться, желаю здорового образа жизни, осознанности в выборе чего бы то ни было. В любом выборе желаю вам осознанности. До свидания.